Итак, немного о Кадхе, которую сейчас преданная рассказала. Иногда у людей есть такое монастроение. Если мы начнем совершать бхакти, то станем бедными. А если будем поклоняться полубогам, полубогиням, то будем счастливо жить и очень обеспечиваться. У некоторых людей возникает такой вопрос. Почему? Те, кто поклоняются полубогам и полубогиням, живут в достатке. А преданные, те, кто поклоняются Кришне, зачастую живут небогато. Поговорим сейчас немножко об этом. Имя Судама слышали? Кто слышал? Слышали преданные. Его называют Гариви Судама, то есть бедные Судама. В одном из бхатинов поется, цитата. Его называют Гарив, бедный, однако имя у него какое? Сул Дама. Что означает? Сул означает баря, то есть большой. Дам, деньги. То есть, по идее, он должен быть очень богатым. Сул Дама. Тот, у кого очень много денег. Либо другой преданный, Шри Дара, о котором мы сейчас рассказывали. Шри Дхар. То есть, тот, у кого много Шри, богатства. Однако, чем он занимался? Жил очень просто, продавал цветы, листья, бананов. Однако, Шри означает Лакшми. Дхар – это тот, в чьем сердце всегда пребывает Лакшми. Бхагиня предцветания. То есть, те, у кого очень много Лакшми. И Сул Дама, и Шри Дар, предполагается, должны быть очень богатыми. Однако, жили с внешней точки зрения небогато. Почему? Объяснение следующее. Речь о следующем богатстве. Сул Дама на самом деле богатый. Его имя упоминается в Бхагаватам. Когда он предложил Кришне дробленый рис, Кришна скочил всего две пригорчни и уже даровал Сул Дамам положение, как будто бы Сул Дамам правитель всех трех миров, такое возвышенное. Есть три гуны – саттва, раджа, тама – благость, страсть и невежество. И, однако, есть и нир гуна, то есть, когда нет никаких материальных гун. Те, кто поклоняется полубогам и полубогиням, отвечающим за разные гуны, обретают то, что связано с этими гунами, то есть материальное. Например, имя Равана слышали? Он Лангапати – владелец, властелин Ланги – золотой. Однако, чем закончилось, он все потерял. Бритрасур – демон. Тоже нехорошо для него все закончилось. Все, чего демоны не достигают, однажды они утрачивают. Однако Сул Дама вековечил свое имя. Господь Ниргуна. И он дарует тоже то, что ниргуна, то, что трансцендентное, то есть бхакти, прему. Он не хочет дарывать материальное благо. Мата Кунти, кроме того, говорила Кришне, что четыре категории людей не поклоняются Господом. Какие? Какие эти четыре категории? Джанма. Те, у кого возвышенное рождение. Айшварья – богатые личности. Шри. Те, кто очень красив. Дан Джанма. Айшварья Шрута. Шрута – те, кто очень ученые. Они очень абхиман, очень горды своими знаниями. Поэтому говорят, что Господь проливает на Дин-Хин, то есть на бедных, на смиренных, нуждающихся. На них Господь проливает свою особую милость. Однако в Бхагаватам преданы Амбариша, Друва, Барата. Все они Махарадж. То есть не просто Раш, не просто Царь, а Махарадж – император, великий правитель. То есть не все преданные живут небогато. Или Широ Махарадж, например, тоже очень возвышенное положение имеет. Махарадж. Почему так происходит? Кто-то живет небогато, а кто-то обеспечено. На самом деле Господь просто обеими руками может дать нам все, что угодно и хочет это сделать. Но почему не делать? Потому что Он уберегает нас от того, чтобы мы начали наслаждаться этим богатством. Поэтому Господь не сразу дает нам материальное процветание. Когда Он может даровать это? Когда наш Бхагават не пострадает. Например, представьте, что у матери есть два сына. У одного животик пищеварение слабое, а у второго все в порядке с пищеварением. Поэтому первому ребенку Мам будет давать очень мягкую, нежную пищу, которую он сможет переварить. А второго нам будет кормить качорьей другими вкусностями здорового ребенка. Почему? В зависимости от состояния здоровья. Одному будет давать легкую пищу, а вторую уже можно и более грубую дать. То есть она дает то, что нужно каждому из детей. Господь тоже наш Отец. Он для нас Мать и Отец. Поэтому Он заботится о нас и дает то, что нам нужно. Судами. Ведь Господь тоже потом даровал богатство. Друве даровал богатство. Но когда? Когда это не повлияло бы на их духовную практику, на их баджан. Поэтому когда у нас будет тоже устойчивый баджан, Господь тоже может дать нам процветание материальное. Поэтому не теряйте надежду. Не думайте, что нужно поклоняться полу-богам и полу-богиням, чтобы достичь материального достатка. Кроме того, Шридхара, что означает? И Судама, что означает? Те, кто обладает подлинным богатством в сердце, то есть бхакти. Поэтому их зовут Судама, Шидара. Поэтому не переживайте, не сомневайтесь в том, что Господь может даровать нам все из твердой веры. И совершайте баджан. Поклоняйтесь Господу, совершайте, следуйте пути бхакти. Субтитры сделал DimaTorzok